Ну и теперь с нами на связи по скайпу Нино Бурджанадзе, представитель парламента Грузии с 2001 по 2008 годы. Ну и, кстати, исполняющий обязанности президента Грузии в 2003-2004 годах и 2007-2008 годах. Нино Азерна, здравствуйте. Добрый вечер. Когда мы с вами в прошлый раз беседовали, вы сказали, что сочувствуете украинцам в связи с тем, что Саакашвили станет украинским чиновником. Но теперь сочувствовать приходится еще и одесситам. Я позволю себе вас процитировать, процитировать вашу оценку. Жителям Одессы ничего хорошего от этого назначения ждать не стоит. Почему? Вы знаете, потому что я очень хорошо знаю Саакашвили и знаю то, что он действительно ничего хорошего в Одессе не сделает. Даже если он там исправит какую-то инфраструктуру или будет, скажем так, бороться с коррупцией, это все будет походить на потемкинские деревни. На самом деле, мне кажется, что за действиями Саакашвили серьезная политическая подоплека и подтекст. То, что он сделал заявление относительно Приднестровья, меня очень сильно насторожило. И я считаю, что он как раз использует это однозначение не во благо Одессы, не во благо Украины, а для того, чтобы создать новую дополнительную точку конфликта. Ведь его главная цель – это насолить Россию или сделать так, чтобы Россия была вовлечена в такие проблемы или в такие действия, которые потом обязательно обернется против России. Мне кажется, его главная цель в Украине как раз и включается в этом. То есть, в том числе и разморозить замороженный Приднестровский конфликт? Вы знаете, да. Его заявление, что он, видите ли, якобы вернет Приднестровье Молдове, ну, во-первых, это смешно, если бы не было грустно. Потому что мы все прекрасно помним, как он возвращал, в кавычках, Абхазию и Южную Осетию Грузии. А во-вторых, ну, это понятно, что, видимо, кому-то очень не нравится, что все-таки в Европе заговорили относительно возможности снятия санкций с России. Видимо, кому-то очень хочется еще как бы создать дополнительные точки напряжения и уже на этом фоне действовать опять же санкциями или какими-либо другими действиями против России. Факт остается фактом. Для меня это абсолютно очевидно, что есть попытка создавать максимально много горячих точек в нашем регионе, максимально много горячих точек и головной боли для России. А здесь, конечно, Саакашвили со своим антироссийским флагом. Это как бы человек номер один, и этим он пользуется. Я вижу, что в Украине идет осуществление проекта, который далеко не идет на благо Украины. Ну, ваших земляков в правительстве Украины сейчас становится все больше. Главой полиции, вероятнее всего, станет небезызвестна Экас Гуладз. Насколько я помню, связаны с ней скандалы, в том числе и с пытками в тюрьмах. И были митинги тогда в Тбилиси. Человек вынужден был уйти в отставку. Ну, в общем, личность такая неоднозначная, мягко говоря. Зачем такие персоны появляются в команде Порошенко, на ваш взгляд? Вы знаете, это опять же потому, что Порошенко осуществляет на Украине тот проект, который в свое время не был докончен в Грузии. Госпожа Сгуладзе, она была замминистра внутренних дел тогда, когда совершались все эти злодеяния, о котором говорили не только в Грузии, не только говорили мы политические оппоненты, но и международные организации, независимые по правам человека. Она была замминистра внутренних дел во время разгрома абсолютно мирной демонстрации 26 мая. И если сравнить 26 мая с митингом на Майдане, где были и коктейли Молотова, и оружие, и бульдозеры перед президентским дворцом, ведь 26 мая ничего не было. Но тем не менее, нас жестоко разгромили, нас убивали, людей потом арестовывали, пытали, исключительно потому, что нам Саакашвили навесил ярлык прорусских. И у меня остается впечатление, что если на тебе ярлык прорусского политика, и если на твоих однопартийцах ярлык прорусских, то с вами могут делать все, что угодно, и убивать, и арестовывать, и пытать, но никто об этом особо сожалеть не будет. Поэтому я думаю, что это не Порошенко все решает, это решается тем проектом, который осуществляется в Украине, и который создает Украину плацдармом антироссийской политики, как это в свое время было сделано в Грузии. И, к сожалению, наши украинские друзья, украинцы, они повторяют те же самые ошибки, которые в свое время совершили мы, грузины. Инна Азорна, вот смотрите, одним из первых кадровых решений Саакашвили на должности губернатора Одесской области, вероятно, станет назначение бывшего генпрокурора Грузии, Зураба Адаишвили, прокурором этой области. Ну вот смотрите, вы уже сказали, что то, что Саакашвили теперь губернатор в Одессе, это неуважение к Грузии, которую проявил Порошенко. Так вот, появление Адаишвили, который в Интерполом, по-моему, разыскивается, это, наверное, вот в этой связке, в этом же направлении неуважение к вашей стране? Вы знаете, да. Честно говоря, я когда услышала об этом назначении, у меня охватило чувство просто позора, потому что назначением, пусть даже бывшего президента, на пусть губернатора любой страны, это уже неуважение суверенитета, потому что президент, пусть даже плохой, он является символом государства. А что касается действий господина Порошенко, я сделала заявление и сказала, что да, украинский народ для грузинского народа, это братский, дружеский народ, но Порошенко и его команда, они не друзья Грузии, потому что так игнорировать волю грузинского народа, ну в конце концов, да, я критически отношусь к нашей власти, и я считаю, что именно благодаря господину Иванишвили и грузинской мечте Саакашвили смог себе дать второе дыхание, поскольку ему не было предъявлено компетентно тех претензий, которые могли бы его усадить за решетку. Я вас уверяю, если бы я была во власти без всякого политического реванша, без всякой политической подоплеки, я бы обеспечила бы предоставление таких материалов, что Саакашвили бы сидел в тюрьме. Но даже если не было бы доказательств, все равно это недружественный шаг, когда президент дружеской стороны знает, что Саакашвили разыскивается, что к нему претензии конкретные очень, и тем не менее его назначают вместе со своей командой. Но, к сожалению, вы знаете, я не хочу злорадствовать, но для меня абсолютно ясно, что Украина будет пожинать очень серьезные негативные плоды от этого. Я уж не говорю про Интерпол, который также, насколько я знаю, снял господина Адаишвили с красного циркуляра. Это говорит о тех двойных стандартах, которые меня очень огорчают, и огорчают всех наших сограждан, кто хорошо знает цену реформ и цену демократии Саакашвили. Спасибо. С нами на связи из Тбилиси была Нино Бурджанадзе. Нино Адзорна, спасибо вам огромное за это интервью.